чтобы их не завалило сразу первых-то пожалеем так чтобы всех завалило и потихоньку они оттуда начали откапываться нормальный план вот есть у меня несколько мыслей по поводу вообще по поводу сета есть у меня один могильник да это раз и во вторых по поводу общей что я думаю по поводу вообще общей ситуации с красными карт с красными картами в мэджике вообще данном сети а в данном свете давай тогда мы увидим что хоть кто-нибудь придет на стрим я тогда объявлю что мы типа начинаем стрим потому что пока я не вижу ни одного человека на стриме да не знаю за поезд в группе напишем написал мешок группе написал во пришел вадим и это человек важный я смотрел вадим смотрит меня вы бы еще на нас это почаще бы на обзоры приходили смотрим да а деньги в кружку миша деньги в кружку да вадим скажи пожалуйста по уровню звука слышно ли хорошо михаила слышно ли хорошо меня то есть уровень звука должен быть примерно одинаковый то есть в этом собственно вся идея и как только мы получим какой-то фидбэк по звуку мы тогда начнем стрим я скажу тебя отлично а михаила михаил мишу чешу меня как прием прием на самом деле я очень сильно выкрутил мишку по громкости вверх и алё алё хилстон как тебе еще то нет уже здесь по максимуму да могу только отключить миша тебя вряд ли это поможет чем совсем не в час сейчас ты как бы видимо лицо поближе к держишь микрофон сейчас слышно вот мне кажется очень хорошо ваш слышно ли обоих нормально и особенно михаил потому что я то здесь так погулять вышел а михаил у нас главное как слышно прием прием да вот то есть пока народ потихонечку подходит я тогда уже скажу об этом будете по громкости значит мы делаем пасли отлично теперь супер мы делаем последний пятый лимитедный обзор и кори миша прием слышно удовлетворительно окей это будет красный цвет красный мой любимый наверно может быть самый любимый цвет магии наверно красный я люблю даже больше синий и у нас сегодня с нами михаил жижин миша да да это я это он и это он из видео но со звуками и мы с михаилом будем разбираться про красный цвет у кори про гильдии с красным цветом начали стрим с камин аута да вот а про гильдии с красным цветом про вообще красный цвет и все такое и собственно вот сегодня мы добьем эту лимитеду тему давайте базовых мыслей про первых вот вы тут с предыдущими обзорщиками обсуждали ораторами до ораторами точно обсуждали вопрос будет ли играбельные колоды на мутациях в большим количеством мутантов играбелем ли будет большой mutate stack или это как бы погулять вышло вот на мой взгляд на мой взгляд по моему вот вы ищет то есть практически никто не раз мне почему-то не рассматривал такой вариант что допустим ты ставишь первую вот и мутанта за хардкаст надеваешь на него второго мутанта и у них идет два триггера но дальше надеваешь третьего мутанта уже идет три триггера нет это мы как раз рассматривали то есть что не рассматриваете почему то ну то есть вы рассматривали грубо говоря каждого мутанта то есть что ну его так сказать пользу от того что идет один триггер привет константин привет на карантине тебе на мой взгляд при уклоне дек мутацию один триггер будет достаточно редко триггерится от игры существа замутает кост будет два-три а иногда и больше хорошо триггеров одновременно хорошо и юристично с вами что их будет больше и и то есть вот это белью которая все эти триггеры одновременно и одновременно дают вот единомоментно единомоментно дают мне кажется должно мотивировать людей пытаться собрать собирать деки на мутации да мне кажется что как раз все миша для них а скорее всего у тебя откуда ты можешь что-то с этим сделать это да я слышу прям явное вот я думаю что мотивировать людей на сбор мутации это не надо нужно наоборот демотивировать их потому что все будут хотеть собирать мутацию это собственно такая рекламная билка которая продается от а вот насчет того как она будет работать а сейчас как сейчас как вроде ну мне вроде меньше эхо пускай народ скажет да пока собирают деки на мутациях да там искать то трех мутантов этих же не будет дарить все хеликсами это план это план вот значит и это миша оптимистичность сценарий это хорошо это здорово я совершенно не против что в разрезе я хочу верить то что новое конечно она какая-то с одной стороны неуклюжая это вся механика ну как кажется на первый взгляд но с другой стороны хочется чтобы она как-то заиграла интересно хочется согласен хочется это точно что в разрезе красного в этом сайте вообще просит и все такое что красный как уже сказал паша главное наверное загвоздка красного в нем мало существ мы даже видели цифру до нашим существом очень мало а чего-то много-много красного рему вала и ну часть из которого условная но что-то в районе 10 карт прямого вала жизнь ну часть конечно условная но очень большая часть из них все-таки довольно таки неплохие какой задаваян камана очень-очень сильные ремуал эрго эрго все-таки наверно дека который красный цвет не является каким-то спешил а в котором хотя бы 50 на 50 красный красный не на существах она каких-то небольших ну то есть небольшом количестве существ с очень хорошими обилками например за циклинг вот да грубо говоря там какой-то может быть там уэр там или джискайс потом спела циклинг там что-то такое да что-то вокруг этого окей хорошо то есть можно действительно хороших существ ну прям мало то есть первая умная мысль что в красном мало хороших существ соответственно кричевая база должна быть либо из другого цвета либо это не дека не кричевая то есть ну не кричевая то естественно контроль потому что именно такие чили на граждан собрать будет сложно маленьким количеством кричи они не будут с большим не взять это вот кстати то что мы говорили сейчас с вадимом что кричушка там с двойным красным и одинарным зеленым костом которая трампа в этом пробивает ставит это зеленая крича зеленая крича это очень интересно красная постольку поскольку хотя двойной кост красный хорошо миша еще умные мысли будут до начала разбора карт или лучше не пугать народ сразу ну давайте не будем пугать сразу все всех козыряний выкладывать не будем с козырей действительно оставим мудрые мысли на потом поехали миша плейзин воли main сайду ты меня не слышишь ну тебя если я убавил просто чуть-чуть так вот так blazing воли говорю мы имели сайт или что это вообще ну скорее всего это сайт против human наверное я не вижу за конечно это односторонний такой эффект за за из был бы у него циклинг был бы совсем хорошо не говорим еще односторонним раз пожалуйста не в раз односторонний эффект ну да но эффект настолько слабый что против юманов против human потрясающий но против всех остальных колод это не будем потрясать после против всех остальных колод на нем нет циклинга в отличие от черного да еще бы ну черные 3 маны стоит вот был бы на нем циклинг это было бы хорошая карта да 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 гремлин гремлин это первый пингер в оппонента за серую этап делает дырку в лицо только в лицо не в плейнс волкера ну и соответственно заказ некричевых спеллов растапывается ну вот на мой взгляд чтобы быть хорошим он должен делать это бесплатно деньги у нас не будет так много мне кажется денег чтобы постоянно его там два даже два раза ход чтобы его сделать это надо диски у тебя минус 2 маны то есть кричушка очень слабая сама по себе м маня и долл и делает хорошо на делает дорого делает хорошо но задорого для того чтобы эффект был очень релевантный нужно в принципе играть там ну два три четыре раза играть не кричевые спеллы и при этом оставлять одну серую манку то есть похоже миша но не на кусок очень мало похоже на правду на кусок похоже на кусок кусочек красный кусок меня он должен быть побольше а больше хорошо маленьким 11 это маленький такой кусочек жара шмака девочка это первый неплохой хороший ремовал за две маны instant делает дырки в кричу или плэнс волкера по инстантам или сорсери на вашем гриве и экзайлит но не знаю насчет экзайла ну в может быть релевантно так условно но нет ни в этом сайте в общем не в этом не ну почему просто какой-нибудь маленький абсайд черно-зеленый реанимации черно-зеленым как бы чуть больше абсайд но очень маленький если мы на цикле ли себе что-то или наиграли хороших именно в красном хороших или сорсери гора гаран гора и в кома новом слоте полно иван кома новым полно так что у нас если мы взяли такие такую карту или две таких карты у нас должно быть мы ее сыграем на 3 то минимум а возможно и больше на 3 минимум на какой ход лишь ну если так вот условно да то есть мы допустим играем на сначала мы что-то циклим а потом мы что-то играем шестой но вряд ли раньше смотри мишка интересно получается момент то есть хеликс стоит 4 маны но которые типа новых вот бьет по любой цели и хиля это стоит 2 маны не бьет в лицо и самое это забавное что мы вот чем хорош красный ремовал дешевый тем что мы обычно говорим его рано там в маленьких вот это вот все это позволяет сложно хороший красный ремовал который мы говорим в маленьких командовый а это вроде как позволяет отстреливать больших больше поздние до их не дадут много точно совершенно такая миша эта карта не выглядит какой-то супер обязательно или супер важно говорят супер первый пик нет это не лава койл конечно вот но в хорошей колоде она может сделать больше молоко удивительно что она выглядит скорее круговой карты честно на мой по крайней мере вкус то есть ну или где-то вот там типа непонятно нужно ли будет она кому-то кроме r чего-то спелс непонятно r чего-то спелс циклинг и забавно что именно ну короче много мыслей то есть ей по идее нужны именно с пылы с циклингом не кричи с циклингом а с пылы с циклингом а досмотреть я не помню сильно много в белом с пылов с циклингом полно красном полно с пылов с циклингом да и по и оффов вокруг красного все это крутится паша вот в чатике повспоминай напомни нам насчет таких нормальных спылов белом не кричевых которые мы будем циклить и по цене менять все не точно есть я помню хорошо мишка я понял тебя но окей катарик июня вот кстати это красный спон который быстро упадет на грей в принципе он уже лена ну то есть это такой непонятно то ли бахнутый то ли карат армитрой это репетиве торопит ну как бы я таким не играл ну вот последнее что из этого было в лимитиде тормитин войска это репетиве она и как-то прекрасно играет констракт или да но непонятно но вот как ты считаешь насколько эта карта лучше или хуже тормите эта карта хуже чем тормите ность потому что ты не был так дороже на и она всегда была хуже чем тормитин войс в лимитед потому что сбросить одну ненужную карту с руки ты как правило легко сделаешь сбросить две это всегда солить две земли на руке например или что-то такое еще и это может быть очень большой проблемой она больше видится скорее неиграбельной хотя это способ запихать 3 instant или sorcery на гриф под helix или вот по ту шляпу и пацану с одной стороны да с другой стороны блин потом земли сидеть тогда паша за копейку не кричевую спл белом не крит то есть именно не кричевой instant или sorcery за к серым циклингом за копейку есть или нет как вот у белого мишки я не помню хорошо миша я понял про катарик и юнион понял какой-то он такой я вот считаю что все таки не да действительно нет ни до тормитин войс поэтому это вообще он не не да он как бы перри но не туда может быть смотрим так clash of titans ну это страшная карта конечно это она с одной стороны достаточно это забавно это инстантный наподраться и как правило но это дерутся две кричи оппонентам ну естественно блин если ты за 5 маны и играешь блин про япон то есть на скорость это миша далеко не всегда она делает к сожалению далеко не всегда так будет но мне нужно конечно делать это именно так соответственно тебе нужны две кричи которые у которых морда каждой больше чем либо равна жопы другой и желательно чем больше они будут тем лучше то есть две огромные мордастые кричи что-то типа такого даже и даже не мордаун 2 мордаун и насколько это высокий пик насколько тут я помню что-то подобное выглядело сильнее чем чем играл на самом деле возможно возможно это тоже выглядит сильнее чем на самом деле возможно но вот тоже паша делал выкладки пауэру и так вот то есть принципе так места больше в обычного кричи это плохо немножко ну да это плохо наши наши кричи более мордатый чем то есть это против нас лучше но ты можешь играть пост комбат очень редко меняется 2 в 1 ну почему допустим пост комбат сыграл и очень часто поменялся 2 в 1 эти про пиратов было похоже 4 на сорс и что-то такое она очень интересная анкома на нас кинуты и финны и скажем так все больше понял 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 спасибо хорошо вот но ты борол бы ее первым пиком а что у нас остальное а это оценка нему остальное мы не знаем то есть оценка карта достойна ли первого пика если ты берешь и первым пиком в новом бустере то нет пустого в пустом наверное да но там команды это хороший мощный анкоман или ну нормально я бы сказал нет все такие это не трис половиной конечно скорее то этот трех ближе к троечке карты это такаяirteen с условиями рабб saferissions такая то с условиями эта карта которая может вам практически выиграть party и карта который можно просидеть с ней вообще ничего толком не сделала что-то во все равно скорее всего сделает но такое да 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 нет почему ты можешь убить ты можешь убить пошла оби ты можешь убить двух огромных безобразных вот этих вот там колососа оппонента там 1111 вопрос просто в том как правильно играть да можешь убить 1111 и 13 достать ну например так клауд пирсер клауд пирсер 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 до клауд пирсер за пять мангер отверг первый наш мутант кстати что интересно красном насколько самые плохие мутанты это красные вот так вот ну их триггеры дают очень мало то есть мало того что в красном самый меньше всего кричи так они еще и самые плохие самые плохие мутанты да вот допустим вот этот ну что за 54 до 5 маны 54 рич ну не впечатляет скажем так ну норм почему ну такое когда мутирует лут эффекта мутирует дроби с дороги с картой бричард ровки причем не то есть мы не можем с пустой руки взять карту да да и можно сначала на сбросить это косяк да я не начал звания худший цвет паша даже не начинал за него бороться еще на самом деле я понял миша и твое мнение об этом конечно вроде как и не то чтобы совсем плохая но прям какого-то восторга она не вызывает как вот как некоторые мутанты даже есть прям там камановые мутанты даже вот белый допустим тот же попугай его посмотришь он со всех сторон приятно а этот миша есть стороны из которых на которых не нужно смотреть на попугая поверьте не такие не такой приятный но это что это филлер или что это или это как раз основа красной колоды это не оснаешь это с одной стороны если брать ее в вакууме это филлер а если брать среднее качество всех командов вот кричей то я боюсь что нам почти всегда таким играть придется вот это есть вот мутанты брать среднее качество красный качек мишу да 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 окей если мы в красном по каким-то причинам помыть скорее то нам придется этим бы не хоть нас не будет выбора но придется да не хотят на ну окей то есть это получается типа два с половиной что-то типа такого если уж говорить о пятибалле классической вот это миша скажи мне пожалуйста вот очень про это за две манки 22 когда циклится другая карта дырку в оппонента и сам за серую циклится ну каком-то борос или джискай или как она красно-синяя из-за из-за циклинги парочка таких мне кажется расстреляют оппонента очень очень быстро очень быстро он делает что самое главное он делает это бесплатно в отличие от того чахлого он делает это бесплатно и он сам сам циклится он делает это бесплатно и он делает это без потери карты то есть циклинг ищет как бы себя замену себе да какая часть уходит там земли это понятно но допустим если мы на второй ход такого поставили оппонентам поставил кричушку мы поставили на 3 и начали циклить это две дырки в лицо то у оппонента буквально два хода два хода скорее всего два тут три хода максимум нужно их срочно убивать или хилятся ли что-то такое там есть life link что немножко мешает нам у нас по идее должны быть мы должны нациклить себе красных ремовалов чтобы как-то одержать красных ремовалов синих контур спеллов каких-то хеликсов которыми мы будем финишировать после этого или что-то такое такой план ну да такой план резонный вопрос насколько высоко нужно брать такую карту вот все таки все таки а я бы вот именно с него наверное наверное с него я бы не заряжался циклинг есть карты есть лука красные карты получше с которых надо бы было то есть это где-то пиков то есть если мы уже решили решили что мы циклинг вообще его в принципе в любую красную деку наверно 1 его в том-то и сделано что он как бы вот мы допустим ну грубо говоря то есть мы берем такого чувака пытаемся собрать циклинг у нас не собирается нормальный циклинг мы получаем мишку с циклингом за серую и с абсайдом в виде того что он может там доносить что-то в лицо в этом плохого да ничего отлично вот в том то и дело то есть как бы он универсальный и в некоторых колодах он идеальный поэтому ну хорошо миш скажи оценку тогда как бы с какой стороны бы тебя ухватить то за что-то ну наверное все таки это хороший камон это хороший камон действительно я так что-то так наверное все таких почти тройка почти тройка я просто не вижу ситуации в которых он плохой и то есть вижу ряд ситуаций где он все равно как бы не поломан но лучше среднего выше среднего намного причем троечка честно что-то типа вот честной троечки то есть то что в принципе не западло взять нет нет это не может быть низкий потолок это очень высокий потолок потому что мы говорим потолок это идеально собранная колода на циклинге и тогда он делает все потолок достаточно высокий просто его сложно достичь а вот он сайтов у него нету правду окей вот и я тебя понял проблема мишка знаешь чем в том что эти карты будут брать все и циклинге и не циклинге любая красная колода был бы нелюдь не такой сильный как как хотелось бы как такой миша ну как как допустим зеленый как зеленый будет разлетаться как горячие пирожки зеленую карту и неважно какие-то карты брал до этого подумай о том чтобы ее взять увидишь зеленые пирожки и него что-то ел до этого хорошо я понял твое мнение мы немножко обсудили да то есть константин обычно делает ценные ремарки феникс миша ну феникс витя спасибо огромное за поддержку дружище спасибо очень приятный и мута а вообще-то прилипит кстати стоит не играть во первых это 44 флайер во вторых он ставит яйца это миша звучит а да вот ты мне скажи это первый пик привет видите спасибо огромное за поддержку первый пик он заряжает нас в красный или мы можем мутировать хотя мы можем мутировать его ну то есть принципе он сплэш вкус вполне себе сплошабельно смотреть интересно то есть а мы не как не ставим за его коста мутируем кого-то он умирает остается яйцо яйцо съели и но мы же оставим его реале то есть ему неважно надеваем на него или под него кого-то еще он ставит еще яйцо уже может наставить этих яиц и потом эти яйца будут стоять и когда тебе нужно ты это же управляемые яйца не как обычно фениксов яйца это управляемые яйца вот просто артефакт использует еще куда-нибудь а куда есть есть ты точно про феникса продолжаешь рассказывать или расскажешь потом покажешь покажу куда можно использовать яйца как еще можно использовать яйца феникса хорошо а это получается очень сильно на самом деле эффект вот и опять же то есть он любую кричушку третьего то есть любые шасси с третьего слова 1 2 3 дропа делает 4 4 4 полет полет яйцо до 44 полет яйцо окей то есть это первый пик который нельзя сказать что супер сильно сажает прям в основной красный правильно нет то есть хочешь то есть будет у тебя хороший красный ну дальше хорошо не будет основного будешь сплощиться на красный то есть 1077 красных и мы играем фениксом в шоколад вообще шоколад да мне кажется даже где-то в поздней игре подсунуть под какого-то не знаю того же 11 11 трампл такого феникса и поставить яйцо чем ни под 11 11 трампа ломишь и попрыгнет прежде всего что уже делала важно но я говорю он подпрыгнет подсунуть под 11 на то есть его подбросишь оставишь яйцо который феникса если вдруг этого убьют то мы потом воскресим феникс отличный рак очень хороший и удивить ну как бы не удивительно важно что важно не заряжающий сильно прям по глубокий красный мне очень нравится и горилла ты горилла кошка обезьяна кошка ты горилла так входит в игру с трамплом или минесом опциональный а это вот ну и 4 3 минеса за 4 маны очень неплохо то есть чаще минес ну чаще минес 4 3 трампл не впечатляет скажем так ну да если вообще отлично и кстати это ну траппу ту же типа псевдовижен это вот красный ком он здорового человека в общем-то красный ком он курильщика хорошо если нам почему-то очень нужен речь курить у нас есть очень хорошая синергия на минесе и этот чувак нам очень бр на миша и в принципе даже в красном в самом зонаре синергия да да и у нас есть помнишь от из серии одноцветных мужиков который когда входит кладет каунтер и раскладывает да 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 вот он минесов там в чате миш я буду перебивать тебе поводу чата потому что ну когда да конечно вот там пишут что в грулых трампа в рактусах минес не обязательно совершенно не обязательно это ну на первый взгляд так но это очень ситуативно и вы будете забирать того что у тебя какие у тебя карты данными милах минес и враг до сах трампа всяко будет бывать нового хорошая отличная прям что два с половиной с хвостиком или как да да хорошо лучше стингера первый пик миша в супер пустом бустере стингер или кошка кошка горилла кашка югер а это это пендущий в лицо циклера пендущий в лицо циклер наверно наверно все таки я бы попытался все таки мне как-то больше импонирует синергичная колода в архетипе потому что это колода внув как бы колода образующие такое вот может эти горилла везде хороша и в неважно циклинг на циклинг там она везде хорошо работает а это да окей я тебя понял вот наш 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 файл продюсер основной рему три дырки в кричу и можем положить карту с руки под низ если сделали то подробовались то есть это лутинг такой но я считаю карта лучше камон в красный красный то есть нам не дали возможность положить на грейв это было бы слишком потому что мы бы еще набивали это было бы слишком миша у нас много взаимодействий с картами и на гриве ну да да но все равно это скину то есть убрали землю для лутинг это лучше ну путин старый настоящий практически честный лутинг халявный причем за 3 за 2 маны три дырки и еще лутинг халяв на халяву то есть это к вопросу опять же вот в очередной раз о критичной 4 попе формата и вот как обычно красное доказательство 4 формы что тот магмаджета магмаджет ну ну допустим да хорошо сравним с качеством аж это потому что магмаджета был супер премиум на рему он стрелял еще и в лицо и он позволял себе как бы заряжать ватов дека то есть покмаджет был сильнее но он этот очень хороший очень хороший ну вот я бы даже вот него бы наверное я бы у нас не нету ангоманов и рар я бы наверное не постремался взять первым пиком с удалось над пингером даже наверное отличная карта хорошо взаимодействует внутри цвета тоже и в спелс там джискай уэр неважно там борос спелс и вот это все четыре дырки снова только в кричу и не только же не открыть но трампл эффект да все что перебила то идет в лицо соответственно если мы играем пост комбат или после другого бурна то сколько на криче висела мы добиваем остаточек остальное уходит в лицо может про к слову и на 3 маны 4 дырки что уберем хватаем бежим и танков хороший ремоал хороший ремоал убивает как раз ту самую критичную самую нам нужно четвертую задницу то есть лучше чем fire профессии получается или нет ну это он коммон все таки это понятно поэтому и вопрос ну он лучше на немножечко на немножечко то есть трампл эффект и 4 и вот это очень сложно сравнивать сложно сравнивать да но я считаю все таки даже не так даже даже если они вдруг где-то и одинаковые то этот стоит брать выше потому что это он коммон их много не дадут то есть коммон мы может и возьмем где-то а он коммон точно нам не хорошая вообще так фут фолл кратер фут фолл кратер это циклящийся энчантмент сразу вопрос эта шляпа считает только инстанты ресурсы они не кричи вы спал ну-ка то helix считается цикл а helix считает карты с циклинком то есть с helix а она работает местный вопрос тогда нужен ли нам трампл их есть эффект а ну смотри то есть трампл их есть эффект я считаю так то есть эта карта это что-то в районе вот типа 20 плюс карты деку и скорее всего скорее всего где-то в десяти процентах партии мы ее скажем будем цикли все остальное мы ее скорее всего про циклин получим цикл декина циклинга получили все бенефиты получим все бенефиты там пинге шминги и прочность этого существа стоит на один больше на трампах есть нет она как бы к моменту когда мы ее будем играть она это не релевант уже будет что ваше существо мы либо должны убивать кричой которая разогналась либо что-то делать очень крутое что на потеря карты мне кажется не стоит вот это вот эффект есть вопрос в том а как написано на красно-синем дрейки не помнишь а он у него морда то есть плюс инстанты sorcery на грэви или он как-то там по-другому или он каунтеры кладет за игру нет я просто к тому что мы зайдем до него есть ли такие красно какие-то кричи которых нам супер необходимо разгонять и финишировать но вот-вот хосту то есть выдавать хосту разгонять на какой-то и выезжая вот этого вот 5-4 мужика он без его и жена но вот 4-3 с минаисом 4-3 с минаисом допустим да да то есть какой-то маленький новый 1-1 кладет на себя же я не понял а а понял тебя понял да за игру за игру по моему хорошо понял тебя то есть на танком он как бы много их не будет но могут дать низко до низко это двоечкой а то и меньше функциональный репринт это карты которых очень часто издают последнее время это dragon folder и вот это вот все то есть два токи на 11 единственный нюанс сразу скажу одним юмон до на них юмон один них юмон и динозавр сына не кумана есть то есть есть несколько карт с этим мы знаем такую и зеленую там допустим и по моему синюю точно это вот тебе за все пять цветов спасибо константин огромное константин зажаров поддержал стрим донатом это очень приятно спасибо спасибо ребята за всю поддержку это очень ценно и важно правда да то есть это получается об сайт ну с одной во первых это об сайт ну и хоста тоже как это мизерных хостовый да то есть на вот эту вот хостовую часть можно надевать мутантов на хостовую часть можно надевать хостовых миша мутантов ну почему нет допустим ты поставил вот ее за две маны и сразу допустим за 4 маны надел на него 5 4 это будет хостовый мутант миша я тебе говорю хостовых мутантов вадим я убрал полоску доната потому что она была вообще сделана до еще начало стримов она была про стримы на май она уже заполнилась новую я пилить не стал потому что очень старая есть карты которые просят нас чего-то пожертвовать типа там чё черный есть 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 вообще там черные как бы есть такое да то есть есть мужик который ест кричей черный такой не вегетрия не смешно есть в общем и кубович я за кричей не сказать что прям ну в принципе канон фондер никогда не был супер плохой карт нет в зависимости от формата это было либо нормальный филлер либо очень хорошая карта ну вот где-то здесь он все-таки где-то в районе нормального филлера ну или или нет или лучше вот вроде как не лучше вроде как не лучше все-таки красном цвете хочется больше именно спалов но вот у тебя мишка так это есть пол а погони это же спелл это же спелл что он с ногами за а он без ног в том-то и дело что ты играешь в обидов фрэншип и у тебя получаются плюшки вот этой вот где там она инстантному римуать и хеликсу и миша дрейку красно-синего она лучше чем я про нее подумал поэтому она прям да это вот второй красный второй дроп 1 это циклер командовые имеют вторая вот этого штучка и они оба так хороши лишь она дальше некуда по-своему но обе хороши очень по-своему да да ну циклер наверное все же сильнее но но такое ребят очень много интересного всего с этим происходит очень это тоже репринт даже если он не репринт функциональный репринт название другое на мой взгляд он плохой у нас есть что-то с четвертой мордой зеленый есть несколько карт которые просят но не в красном зеленым что просят четвертую морду да какие которые что делают ну допустим она может быть тоже название так стать ну смотри во первых как бы есть в зеленом есть карты которые говорят что наносить повреждения то есть летальные повреждения считаются по power они позади они наоборот вообще это когда ран эффекта ну вот антидораны антидораны то есть грубо говоря чтобы нанести летальные повреждения дополням я прекрасно понял что такое тендораны да 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 ну хорошо то есть очень много то есть очень много карт который вторая морда большая жопа это раз то есть очень много ремовалов который не убьет то его ремовал как бы ну то есть наверное вот так как такой который дырку делает редкий ремовал его не убьет миша редкий мало не убьет но с другой стороны редкая крича его не заблокает нет и клича не заблок но если его не заблокал или не убил или выдал ему минеи с вот следующим чуваком но это очень основа важного острыми а если бы острым да это может быть основа очень быстрой игры но как-то так вот то есть вроде как непонятно не вот ну на мой взгляд может быть я ошибаюсь я как бы но по-моему вот прям какой-то супер быстрой игры вот таких чуваках вроде когда то есть сложно сложно смешно каких-то вот масс-бав блин бел один то есть нету допустим даже яркого огня хотя бы даже нет то есть эта карта из категории нас ей будут убивать в наших руках она будет играть плохо окей понял тебя а красный ментор у красный ментор очень хорош минейс и прокачка с минейсом то есть вот давай тогда подумаем у хорошие что хороший давайте подумаем синий flying черный лайфлинг я опять слышу свое эхо белый vigilance зеленый трампу и красный минейс синий все равно самый лучший наверно с одной стороны да потому что все таки именно просто как флайн как обилка обилка сама нас и более распространенная а с другой стороны а с другой стороны все-таки опять же из-за того что минейс это такая ну то есть ее сложнее заблокировать все таки на мой взгляд чем flying ну то есть грубо говоря флайер облачет там один паук или один флайер да и один минейсера блочит только двое но любые вот и учитывая то что у нас есть архетип враг доз минейс лучше чем вечера свои фильм да ну потому что и life link и vigilance это не вы же на белке и возможно лучше чем трампа да 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 то есть ну как минимум на втором месте он как минимум на втором месте тоже очень даже неплохо окей а способов выдать минейс кроме него самого в принципе должны быть еще полну есть 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 мы их встречаем вот чувак вот тогда тебя там каунте а ну вот сам на себе даст минейсом уже дуется ну и там должно быть еще на кей то есть это червя красные то да 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 там за цикл это первый пик ну скажем так нет все таки это ну то есть это не не супер сильная карта хорошо три дырки команов и возьмешь над ним или нет три дырки наверное да мне он больше нравится больше три дырки вот 4 дырки я вот не 4 дырки ну вот он это такая хорошая крепкая карточка но все-таки хорошая риму вам не кажется сделать больше но а допустим циклера стреляющего не возьмешь нет понял тебя голубера вы чуть позже должны должны получить ну лишь раз должны раз ты обещаешь гуфу блат за две манки sorcery опять же опять же sorcery которая циклится то есть качает и helix и красный римуал и все что хотите таргет кричать дерется с таргет кричи you don't ну то есть это про япон какой-то про япон чуть дороже и на зато с циклами чуть дороже на суслингом и ну нужную колоду наверное да а нужно это кого-то или нет что такое нужная колода это колода на циклинге и на спалах а в колоде на циклинге и на спалах мы кем-то драться будем с кем-то иногда будем а кем с кем мы же не украдем у оппонента кричу есть вот ей будем драться с него же крича ей будем драться с его же кричу и хорошо хорошая миша ответ потому что если нет то тогда она ничем не лучше of color нова серого циклинга а если у нас все-таки есть план на то чтобы в каких-то ситуациях в ком-то проценте там ну 30-40 мы будем играть ее за монокост например то это уже значительно лучше чем все в колорной сервисе если не 30 же не даже 10 это выжал лучше ну так очень хорошо понятно но опять же на не выглядит супер обязательной нет это просто какой-то хороший фейлер в колоду на очередной циклинг за копейку до сапсайдом rv rg rv это вообще вот базовый циклинговый архетип это джескайка все-таки скорее всего это будет rv с легким сплэшем на синие на синие либо поломы либо на синие из пылы его дрова лодрова много чего на самом деле да 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 вот такие тяжелые синие из пылы из циклинга просто payoff в красном и белом вроде как на цикле побольше особенно в красном вроде как но мы до этого еще до самого вкусного же они нашли самые вкусные миши приберегаешь хорошо какие-то рефлексы там типа у ускоренные убыстренные ну вот деньги карточек было много first strike раньше они были не каунте а просто first strike и плюс один набор а теперь это намного лучше а на какую кричу миша мы в какой колоде на курика чем будем играть в любой в любой на любой какой-то зеленый колоде мы на какую-то зеленую кричу стран плам вот это вот на какую-то зеленую кричу стран она кричу с минейсом ты не нравится миша деле ну или на кричу с минейсом какой-нибудь там 5-3 минейс будет пацан ну то есть с двумя каунтерами минейс и тварина это один команд и другой команд у нас есть 5-3 минейсер first strike вы где его хоронить вообще непонятно кроме как ремонт как бы он один ход 53 потом он 43 а вот потом он 43 вот этот first strike counter он делает ну то есть достаточно прилично усиливает подобную карту вроде как 1 говорит это был слабо играбельный трик ну тоже формально ударик этот трик намного веселее на мой ну опять же опять же надо то есть если мы его берем то красный это наш не основной цвет почему нам нужны нужны кричи то есть нам то есть мы не можем у него нет циклинга поэтому мы должны с гарантией его куда-то играть это не очень хорошая карта в циклинг хотя она с чем-то взаимодействует это больше хорошая карта в остальные красные архетипы но между как ну вот вот с этим допустим вот даже с этим нормально нет это понятно вот вот с этим отлично они нормально с этим отлично и вот с этим следующим который там у тебя тоже супер прекрасно почему нет почему это достаточно разрядили да вот миша тоже кстати достаточно ну получается что у нее низкий power level но зато она очень универсальная я люблю такие карты то есть такая то есть кусок мяса с хостой не стыкнет это очень приличный кусок мяса который в общем то может и в циклинг колоду хотят для циклинг колоды 2 это мы говорим все-таки немного но качестве финишер тогда почему нет на всех helix of может не хватить в контрольную колоду с комиссионную какого-то финишера но на самом деле все-таки лучшим финишера какими-то дрейками можно и дрейками можно и не дрейками это нормальный кстати так он но не супер то есть это вот как раз тоже хороший филлер такой нормальный филлер скажем так наверное нормальный да то есть он там не сказать что прям все увидел берешь бери лично ферстрайковый каунтер на нем смотрится очень бодренько ферстрайковый каунтер это скажу на любой критике без ферстрайка 100 смотрится отлично нет этих покажем еще две кричи на которых у смотри стрём окей даже не если ты на эту вот на не человека положил это ферстрайковый каунтер а потом навесил на него какого-то мутанта ферстрайк каунтер не пропадет да ну это понятно что никуда не пропадет и как бы он будет на мутантах отлично смотрятся так лука я извиняюсь будешь ему к водичка тоже вроде как мы он конечно это хорошая карта это пункт волкера на что он делает подожди мишка за 5 маны плюс экзали 3 карты став дека кричит то есть ты можешь сказать ее до тех пор из экзала пока у тебя есть лука то есть но заману заману за минус 2 экзали нашу кричу возвращает потом став дека ревелишь тех пор пока и привелишь кричу с большим монокостом кладешь ее в игру а вот так вот то есть тебе нужно крича ты ее риму вишь свою ищешь то есть такой неконтролируемый под эффект ну как неконтролируемый смотри же не допустим у тебя есть какие-то карты которые ты хотел бы найти допустим ну типа вот этого мужика типа 55 хостой и ты допустим какую-то не знает там 5 мановую кричу да ты точно знаешь кого ты найдешь некоторых случаях но это очень почти всегда если ты экзалишь какую-то свою ну не одну двухмановую кричу да а какую-то пожирней то почти всегда ты точно знаешь какую кричу ты найдешь я тебя немножко перефразирую нет смысла а играть минусовая белку тогда когда ты не знаешь точно кого-то это не знаешь чего там тебе придет и и сыграешь он требует знания кого-то минусовая белка на странная она как бы не защищает его самого ну то есть чаще всего мы будем говорить его в плюс значит но опять же мы очень быстро можем на этом деле погореть каким образом ну как вот он три карты по экзалю еще три карты по экзалю еще три карты по экзалю а потом у нас калута и кончила потом миша мы сказали ульту и вперед лука сделает ничего по исходу то есть много спалов все спал и мы пропускаем нет эта карта не очень хорошая в циклинг эта карта не очень хорошая если у вас в колоде но скажем если меньше 12 крич она практически не играбельно практически ну да очень сложно а как раз жирные кричи всех джискайских циклингах вот в этом всем будет как раз кричи мало может быть мало но при этом каких-нибудь rgfr вот это вот все где заканчиваются карты где у вас тоже будет много крич достаточно такая очень хорошая ну я не говорю что она плохая но это не такой прям слом вот увидел взял и вены да 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 ну явно не венка то есть и не та карта на которую допустим стоит перри переобуваться на лету вот и взял первым пиком первым конечно дачу первым конечно играл второму и на третьем бустере я бы уже подумал даже если ты красный все равно подумал бы ну да ну да ну да говорю что тебе в циклинг она скорее всего одну не нужно то есть если я взял какие-то поломанные карточки уже циклинг уже взял какие-то не знаю helix какой-нибудь еще что-то я уже зарядился и настроен я был очень сильно вот паша если чтоб ты чтоб если ты слышишь это все поломанная карточка это хеликс а ты говно говно оценка скажи мишка лук и вагу четверочка на это четверочка я тоже думаю но чем раньше то есть у нее потенциал возможно больше зачем раньше тем она сильнее чем раньше я пикнул нет волкер дает очень много газа кричевой колоде если мы допустим у нас там не знаю 16 17 плюс крич что он делает адовые вещи если мы можем его защищать и блокать он конечно выиграет вам игру 100 процентов просто он требует определенных условий есть волкеры которые практически не требуют условий он требует из достаточно таких этом это для сета не так сложно кричевая колода просто не сложно да но другой стороны уже набрал колоду в которой мало кричей на третьем бустере в нем переобуваться в него это медленный газ что-то типа того да рамблер рамблер за 4 мандра 3 когда атакует если у него нет first strike а на него кладется counter first strike если у него есть first strike он получает дабл страйк и что тебе не нравится то что это за 4 маны 3 3 то есть за 4 маны 3 3 first strike плохая крича она first strike дженя в атаке не становится пока она не прошла вот так у она 3 3 просто так она counter куча ну да да но получает counter но вот то есть она неплохо то есть в защите она заслала да 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 то есть и первый раз блок лишь плохо я понял да 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 я поставил кричу которая ниже по своимですね было был 333 three first strike я бы сказал это хороший добрый а вот 333 first strike она получает в атаке опять задница у нее 3 исходил весь ка все круто есть первая фразерика а то есть ты скажи оценку скажи что ты не дугу 6 что я думаю я думаю это ну не такая карта которую мы должны супер а просто это плотная штука я бы на мой взгляд она никуда особо каких-то сильных с ней взаимодействий нету до дабл-страйк конечно когда она станет дабл-страйк это очень хорошо до этого должно пройти два хода что-то понимать важный момент нет лорда на first strike то есть не все каунтеры одинаково полезны есть флайерный лорд лайфлинка в минесе в минесе в лорд какой там еще вот трамп лавы трамп лавы лорд и какой-то а и vigilance лорд страйкова лорда нет нет но при этом это интересная карта вот честную троечку она наверное заслужена нам много что может сделать в атаке ну то есть опять же так как бы карта в агрессивную колоду даже в контроль как финишер она ну такое себе да потому что финишер должен уметь хорошо защищать нас и константин правильно очень пишет что это очень хорошая карта взаимодействующая с подраться двух кричам оппонента естественно тут пошли в атаку там раз резолвали first strike потом там убили двух кричей оппонент такое тоже возможно но она не так очевидно как вот могла бы казаться с первого взгляда на вроде думаешь она 33 double strike за 4 маны вау но это такой даме наис на нее положили это уже очень хорошо это флайк на нее положили еще лучше надели на нее там flying какой-то там а если бы острым же нет мишка это хорошая белка очень под мутацию понимаешь что есть ты допустим на камеру на неё когда и вы это очень очень нескоро а все мутации хороший очень нескоро надели на нее flying или что-то еще надели на нее другие хары сверху да что-то огромное на нее надели и это все получается очень опасно дабл страйковая там то можно финишировать так очень быстро очень быстро можно финишировать но опять же да для этого нужно то есть вот допустим поставили 4 ход на 5 ход надели на нее какой-нибудь жесткий вейджин сходили там в атаку там на 4 или на 5 и на следующий ход убили просто вот вот тем минейсовым чуваком надели на него минейс до на следующий ход пошли и раскачали его и все привет это очень 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 быстро может убить давно желательно чем-то чтобы было чем-то защитить и так опять очередная маккиновская из этого цикла карта за 4 маны тут про нее же не этот поломанная к 5 распределилась дырами миш дай прочитаю миша секунду подожди я прочитаю 5 дырок распределенная по любым количеством к ричам или плейсфолкером не стреляет в лицо если белая и синяя то есть если это как джискайс был играется до конца хода эти перманеты не могут таковать или блокировать и активировать в белке не играются рассказываешь ну то есть как красная карта это очень сильный римуал ну понятно 4 маны 5 дырок распределенных и поделить поделить их это вообще для кричи в среднем 2 до или одна большая дальше вот и если ты джискай или допустим ты борос или и дед с каким-то там легким сплэшем 5 крича я поняту не блокают опять то это финишер может быть может сувид к нишу а до конца следующего хода то есть они не блокают и в следующий ход не атакуют до датская то есть она как бы брать очень высоко и она не обязательно сажает в джискай и можно монорезе играть может получилось хорошо не получилось да и будет спокойно играем монорезе константин говорит что лука 2 обилкой может минусить что-то мутанта вместо мутанта искать 6 дробь возможно это возможно тоже но это такие там лука хороший в крещевой колоде в любой неважно с мутантом или не с мутантом он хороший будет это наверно лучше чем слип скорее лучше чем слип потому что что может быть это вот в режиме джискай работает как практически как слив вот в режиме джискай работает практически как слип но маринель ты если хочешь выйти ты потом более прилично оденься пожалуйста слив ничего не делает если у тебя нету кричей но он тоже в этом время доходит даст немного это то же самое время которое мифов то есть это подруг дает если это может просто убил или убивать убивать убивающие убивать просто это убивать согласен еще один очередной хороший ремуал убивать но рано так попугая дикобраз попугая брата данный чувак дико поп дипа дикогай 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 за 4 маны 34 что уже премиум на мутация стоит 3 если она замутирована один то есть но и делает затап дырки по количеству мутаций по любой цели что здесь странного миша ну то есть если у нас какой-то мутант то скорее всего он должен быть немаленький образ попу браз да тоже попу браз вот этот эффект навешанный на маленькую кричу хороший но этот эффект эта белка на большой кричи который мы по-хорошему должны пороть как-то смотрится странно ты понимаешь что мутация это белка которая позволяет тюнить размер кричи то есть ты с помощью мутации можешь делать как бы кричу любых размеров каких тебе надо да это поощряет снова был мутацию и в принципе но две мутации это уже адовая фигня то есть затап две дырки по любой цели это очень страшно то есть на что-то не нравится выражение лица что медуза растапывающий пожалуйста на второй ход медуза на третий ход мутирован медуза на стрелять по четыре по любой цели распределена которая flyer 13 за серую синюю растопровать сама сама адовый пулемет это основа как бы колоды которая будет выигрывать вам драфты нету адвантажа понимаешь сразу у пингера сначала мы вам потом по четыре да хорошо нет этапа два если ты надел ее на мутанта а если ты наделаю на 1 просто накричит она один надел сначала до начала нет то есть это в любом случае это очень сильный это на один движение и это минус карта у минус как как любая мутация немножко нет обычно все карты даже вот тот 54 он хоть не плюс карту вновь не дает карту но по крайней мере делает quality адвантаж вот этот какой а этот сразу раз и минус то что такое качественно тоже ну кастину то есть ты была у тебя земля скинул земном для пролучина что ли ты считаешь что это круто сильнее эффекта пинга нет когда происходит эффект вот когда ты надеваешь что-то уже сразу и сразу есть знаешь сразу будет ты миша пингерами играл пингерами играл обычно это довольно маленькие существа за них за недорого я помню пингера 33 например который с опять маны было стать лично играл можно положить достать каутер можно все что угодно сделать то есть ну мне это как-то видится по ломам может быть не там ну не пятеркой ну где-то в районе четверки мне кажется то есть при том что можно ее закомпить очень много с чем интересно вот такими миша глазами я смотрю на людей которые играют что как не очень ну а ты как оцетку и поставил ну не знаю может быть ну я вот изначально на ратре у него как в районе все таки трое трое 325 не больше хорошо история нас рассудит тоже можно об этом поговорить много с чем закомпить да 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 окей то есть она бит ну то есть нужно много вокруг нее чё делать крутить не будем наверное спорить я как бы не считаешь нужно ее крутить на сама прекрасно играет абсолютно ничего прыжка не надо но окей так мармазетка за 3 маны 2 3 first strike когда циклим карту плюс 2 к морде ну вот этот наверное наш лучший по его такого вот идешь таким в атаку и блокать его страшно и не блокать его страшно были карту же с таким эффектом чуть ли не с абсолютно таким же где-то вот в районе представь себе поставил там у тебя пять там или шесть маны вот а оппонента там что-нибудь типа 10 нет блокать его надо это достаточно опасно все ну это хорошая интересная карта то есть можно так на циклить и в принципе ты не тебе не обязательно иметь супер много карт с циклингом то есть ты просто держишь одну в руке идешь в атаку если вы не заблокали о кейс кастовал другой спел и опять же каждый раз то есть грубо говоря имея возможность циклиться один раз и держа карту в руке ты можешь при этом оппоненту то есть очень сильно мешать считать комбатную механику интересно насколько это высокий по твоему ну вот ну конечно это не он камон все-таки тут в этом сети он камона довольно сильный но вот 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 это одна из тех карт который я бы возможно захотел собраться в цикле а допустим риму вл 3 дырки возьмешь таки ему внутри дырки все-таки не требует никаких но не имеет никаких требований и миша старое ивановское правило он если мы выбираем из двух карт убирает другую убивает эту от этот у не да 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 то есть риму в этой дырки убивает на мазетку хорошо блокать и никогда не будут но это тоже вариант пускай никогда и не блоку так пиро цираптос трамп ловый чувак с возможностью достаточно большого роста он немножко похож на кричу из войны из крым то что заряжает в конкретно архетип она на самом не очень заряжает честно говоря тебе не обязательно ведь много цикла не только то есть и от опять же оппонент откуда знает сколько у тебя цикле это может у тебя три карты в руке и все они цикле я извиняюсь очень сильно извиняюсь это же макака машина у других макак можно на другим макаком цикле можно другим так пиро цираптор миша вернемся к пиро цирку есть то есть он с одной стороны он похож а с другой стороны он нам не нужен в этом архетипе в каком в этом то где он бы рос почему не особо нам нужен мы не им должны финишировать почему то есть кроме как у туэр спелс он особо это и никуда и не нужен наверно смотри он за 4 маны 23 трампа при этом он вполне нормальная шасси под путацию и за любой красный черный ремувал синие дрова на еще что ты положишь него калда посадимся а что плохого то есть плохого ничего хорошего что вот так что хорошего то есть ты считаешь что если вот мы сто процентов здесь не будет чистого архетипа спелс это точно вот это мое личное мнение что будут какие-то гибридные архетипы там спелс циклинг или что-то такое не пройдется не будет спелс циклинг а что нас там спелс циклинг спелы с циклингом не спелы есть на нем чем проблем не будет много каунтеров и вопрос в том будем ли мы играть кричушкой за 4 маны 3-4 трампа там 4 5 по праздникам 45 праздники могут быть разные да ну опять же опять же это неплохая шасси для мутации неплохая может быть не самое лучшее но неплохая сравнение в принципе для любой карты любая карта почти любая любой не человек можно сказать что это неплохой 6 хорошая симха должно стоить не более 3 4 дорогой для 6 может быть он не выглядит супер сильным именно вот это я и хотел пообсуждать руки я понял то есть было бы здорово было бы здорово если бы он вообще ничего не делает на мой взгляд да да какие-то он может что-то делает но каких-то там вау вау эффект скорее всего идеальным финишером то есть не будет колоды в которой будет играться идеальным финишером да но в каких-то водах он будет делать достаточно за свою стоимость странное ну это скажем так трэмпа вот и псевдоеважен в общем-то карьер вот ну я по нему до трансляции бы неплохо лежит даже добрались ну то есть опять же дабл страйк это конечно хороший ну ну хороший трик но не очень какой-то он такой карьер ну да ну вот то есть циклинг за 2 был бы циклинг за одну она была бы значительно выгулять за одну был бы то есть вот этот чувак это идеальный наверное спел чтобы финишировать вот положили еще один каутер вы выдали дабл страйк если бы клал чизовый 3 колоду на больших скорее всего вот это будет 23 карты циклинг колоду это скорее всего мы положим ее красную колоду на циклинге если у нас нету что-то поинтересно если будет не хватать мешком да если будет не хватать циклинга лучше положим ее чем его в колорный циклинг положим за копейку да нет вот ну все-таки иногда имея возможность ее сказать все таки это лучше чем просто циклинг за копейку на мой возможно возможно может быть даже если это будет очень маленький шанс что мы помощью нее вы игры но это все-таки одна партия даже из 20 в среднем то есть это не так плохо я не знаю что такое слово чизовый чизовый трех полно больших то что-то такое для меня пояснишь будет проще энчантment пинча хороший пинча когда мы циклим карту он может стать кричу 54 с трамплом их хостой дополнение к остальным типам до конца хода интересно не молчи пожалуйста это не мужика хорошо это хороший мужик колоду на циклингу хорошего мужик есть но это мужик конечно же чачары что то есть ты будешь ли как бы считать ее в слоте кричей в общем то ну да если у меня колоду на циклинг чиз рисковно больше она никому и не нужна если она у тебя 54 по праздникам это не очень сколько тебе нужно карт с циклингом в колоде чтобы ты играл такими чатами ну я надеюсь что в самом плохом раскладе меня должно быть хотя бы половина карт 1211 нет половина в смысле из неземельных я тебе говорю половина из неземельных сок у тебя будет уже 16 8 24 спала 23 спала а ну да это 11 12 при том что как бы часть карт с циклингом это там кричи с циклингом еще что с циклингом то есть в color циклинг ну по-хорошему вы если у вас дека собралась колоду на циклинге то у вас должно быть вне 11 12 с циклингом иначе это другая колода иначе да это не та колода до 4 достаточно чтобы добить ими летал да но это смешно то есть то есть конечно это это как говорит что в принципе 4 одинаковых карты в стартовой руке дают тебе летал ну то есть зачем играть чем-то другим если там с четырех лава иксов мы выигрываем партию да ну да вот а нет суть в том что есть определенное количество спалов с циклингом как то есть минимум который делают ее резко хуже ну может быть 10 но опять же они же накапывают один другого и если же требует времени ресурсов да вот хорошо так вот по сути ей довольно таки быстро можно неожиданно упороть то есть мы на третий ход ничего не сделали поставили пенчантом и с четвертого хода почему же нет а что на четвертый ход с ее сыграли поциклились и пошли сходили в атаку например да или заблокали к поймали на блоке кого-то да или на блоке кого-то то есть поймали и погодишь не то скорее всего при одной мани никто не пойдет на тебя в атаку хорошо насколько это высокий пик с одной стороны хотелось бы заряжаться колоду на циклинге с другой стороны она особо никому не не поощряет много циклинга в один ход да то есть ситуация в том что ее сто процентов отдадут все у кого нет много циклинга нет циклинга да это хороший показатель если ты на первом круге отпустила на тебе вернулась то это очень хороший показатель до 15 очень хорошее число да то есть ее можно пытаться отпускать на круг с другой стороны она скорее всего не обладает незаменимым эффектом в циклинге но каким-то достаточно приличным то есть смотри мишка тогда вопрос такой мы сейчас еще пока как бы нет или или подождем до конца подойдет до конца я спрошу только не забыть про кайт про необходимое количество павлов хорошо я понял тебя давай дальше рутин молох за 5 маны 4 читать хороший хороший когда входит в игру таргет крича с циклингом в гриве ты можешь сыграть ее до конца следующего хода но за монокоса тяпом и нет карту с циклингом ну просто не кричу а карту любая григорьев сказал таргет начать надо правда значит ну сыграть в смысле мы не сможем сыграть обилки то мы сможем ее только скастовать как или вы сможем еще раз циклить нет это обилка циклинг это обилка только скастить вы этот карт каст этот карт судью бы в чатик но не знаю интересно то есть мы не сможем играть обилки карты потому что тоже интересно ну хорошо допустим то есть мы что-то скажем с грива за 5 за 6 ман то что там уже лежит циклить не можем карты не в руке то есть циклингом карты в руке резонно скорее всего да грубо говоря это за 5 маны 44 который ну не совсем дрова это нам карту но что-то в этом роде и насколько там это нужно насколько это уникальный эффект насколько это хорошо или это просто типа за 5 маны 44 но там грубо говоря не знаю трое карт или что такое но даже не сказать что это иногда это лучше чем 2 карта иногда хуже чем 2 карта это такое тоже есть 5 ман это скорее всего ты всегда сказать что что-то типа цели он еще и сам циклиться я хочу сказать что вам не обязательно нужен в циклинг архетип нет он не обязательно но он очень крепкий он с удовольствием ты его то есть опять же другой стороны он скорее всего влезет в любую красную колоду красно красным циклингом много да да был брат ему в любой не синий деке ну что-то типа такого да да и в синего вверх любую да просто ты скорее всего что-то ты проциклишь потом поставить его не сыграешь оценками какой-то 325 может быть даже первым пиком берется но от безысходности раз от безысходности да 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 рам блин рок слайд за 4 маны делает дырки в кричу по количеству земель у тебя под контролем sorcery миша не супер но достаточно минимум четыре минимум уже на 3 скорее потолок 16 17 примерно дырок в среднем где-то около там 456 такого типа там даже да а скорее всего вполне себе достойно скорее всего много таких не надо но и даже за вторым бы я долго думал а первый взял бы высоко довольствием положил но ниже чем 3 3 ну конечно не но конечно окей конечно не инстант 2 маны в индестрои в респонд смешно бить с белым летуном убивать двумя оппонента что забил или ту который белый летун который превентит дамагу по себе некомбатную и кладет столько же каунтеров да смешно да 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 это забавно почему нет да это очень хороший сплэш в многоцветную зеленую колоду потому что у нас выводим рампица у нас будет много земель скорее всего то будет страшная карта в 4 5 и он и он в принципе сплэшит сплэшит сюда как бы и вот в 4 5 cg это будет страшно ему как страшно это просто ремуал большой миша как страшно он не экзайлит он просто убивает экзайлит здесь особо не надо в этом формате но против там одной колоды только надо в общем 6 маны 64 first strike когда циклица кладет каунтер first strike циклица завтра это вот такой цикл типа в этого не знаю он 64 first strike насколько вот я такими никогда не играл времени не завелось какие-то предупреждения нет я просто не довелось вот насколько это хорошо за такой огромный косы 4 first strike ну это достаточно плотненький в общем-то финишер такой единственное что он без эвэйжена и он неплохо защищает тебя в общем то есть то что он 64 это делает его больше атакующим и конечно чаще он будет куклица за каунтер но как его вообще блочить чем путь такие обычно чем путься вот процентов я бы сказал процентов 30 миша он будет играться за кост если не меньше что-то опять же просто каунтер я лучше вместо него возьму плюс один плюс ноль и каунтер чем вот это разные колоды мешка в одной колоде не должны быть эти воды карты за огромный курс торгу 4 да 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 его не так много римова достает потому что все-таки 4 попа не так много достает конечно но но не так много все же не полом не что-то супер необходимое но очень достойный лишь лишь он мне чем-то напоминает вот этого части покажу который хостовый за 6 маны 55 что-то типа такого какие-то здоровые мясные куски с циклинг наверное он получше чем вот этот но что-то типа примерно такого же и в общем в любую колоду он и в цик да он получше он и в циклинг колоду ложится вполне себе нормально потому что дорогой куклинг с каунтером нам тоже нужен он нужен но не сказать чтобы прям вам не необходим но он достаточно универсальный понимаешь мешка много таких не надо но то есть одним таким я думаю что почти в любой красной колоде играть вполне нормально хороший крепкий фильм как по мне ты мишка много молчишь немного молчишь поэтому я много говорю из-за этого не какой-то супер игры то есть вот на мой взгляд он не нет какого-то у него там суперского эффекта средний и непонятно опять же ну то есть когда мы хотим его убрать каким-то шестым да нет в принципе 4 5 норм смотря какая колода но почти в любую деку с красным цветом я думаю что где-то вот 4 5 пиком это нормально ну ну вот 3 5 вот часть пишет да вот по ощущениям по крайней мере что-то вот такое то есть риму вал там три дырки 4 дырки я возьму над ним пингующего циклера возьму над ним рам блин рок слайд подумаю если ему было нет вообще возьму над ним вот почти из под почту из командов такого все пингера вот этого не возьму над ним я выше возьму этого пингера но это как бы уже лично мое вот так хвалил хочется я и говорю что я возьму его выше нет а пингера возьмешь конечно да убьют конечно убьют хочется на коммуна большего но у нас нет такого супер качества крич в красном чтобы вы могли быть сильно они будут вот про большую часть вот красных кричей ну вроде как нормальные но как-то вот что-то вот все временем ты миша сам самого начала разбора сказал что в красный в этом свете не про крич вот все вот шредер не захотелось кричей большего я понимаю тогда мешать от слов получил поменьше шеддер сейлс то есть порванные паруса убивают ямы и и наверно даже сменился лишь ты мне давай договорить текст как бы карты народ просил а то я не успеваю договорить а ты меня тебя не очень хорошо слышу поэтому вот начнение нормально главное чтобы народ просто просили как бы проговаривать тех кто смотрит нас в режиме как это называется забыл слово только звук слушают то модное молодежь так говорит радиотрансляции в эфире пионерская зорька вот это все то есть эффект destroy артефакта скорее всего все эти особо не нужен это единичные какие-то эти ломать единичные вот а вот этого 3333 мужика и камни камни ломают ну такое очень сомневаюсь что вот эта карта будет тебе ломать камни они делают 4 дельки рециклиться четыре руки во флайера достаточно приличное количество много но и на крайняк с циклем то есть вопрос вопрос карта мэйновая подкаст правильный мой взгляд то есть я бы вполне ее вместо какого-то среднего филлера положил в любую красную колоду или только в городах на суслинге нет любую в любую красную и опять же как всегда все люди такие карты гораздо лучше меняться потому что не есть а потому что мы ищем бомбу свою еще бомбу если нам повезло с бомбами она боль убивает она боль убивает вообще вот как это нафталин название карты нафталин хорошо а нафталин дженни с циклингом это и нафталин суслинга миша да за 3 маны 32 дабл страйк пока у нас есть три или инстанта сорсерен грейбе обыкется в это прикольная карта очень смешно не обижайся мой мой отвратительная карта по гейм-дизайну я буду обижать мой обязательно я знаю что меня за это будут убивать морю каждый раз лучшим с одной стороны вроде как мы хотим играть колоды на спалах а с другой стороны ну я не знаю ну возможно когда про кастик финишеров такую колоду это не смотрится каким-то сильно какой-то прям обязательные вещи у нее у свалку самой нет циклинга это раз количество карт без циклинга которые мы будем выиграть в колоде на циклинге нам как бы то есть это больше не в циклинг а в спелс картина спелс может и не быть вообще до чистого архетипа спелс если у нас нет чистого спелс а есть спелс циклинг насколько там хороша росомаха за 3 маны 32 это норм не более того она не циклица она сама по себе естественно не инстант не сорсами но при этом эффект дабл страйка он и защитный хорош и в общем она может ну вот так как бы сам себе представляешь тут пустой стол мы там переставляли все что могли зафинишировали в умерил ну опять же сильно много в формате рему вала и она умирает на визу их а скорее всего как да скорее всего как очень такой филлер филлер одни же не возьму не знаю вот был бы там не знаю в красном за 5 маны 44 мне кажется даже какой-то такой чувак смотрится именно вот в спелсах посильнее какой мишка еще раз извини его нету ну допустим вот за 5 маны 54 вот тут мутант свечи вот просто потому что у него жопа не 2 а финиширует почти с одной и той скоростью его ставить не должны рано мы его ставить не хотим то есть он нам не нужен рано потому что у него не будет ничего а поздно мы лучше поставим какого-то с толстой задницей она не выглядит незаменимой не выглядит супер важный она выглядит как нормальный может быть не очень хороший это вот как мой как большинство кричей в красном цвете что-то вот что-то типа такого вроде и совсем говном не назови не извиняюсь не назовешь мы вроде как-то где-то что-то и не хватает и что-то она делает ну так плюс бояр она может там получить flying counter или на нее наденется flying там какой-то вот в каких-то ситуациях она будет очень страшно но эти ситуации скорее будут более редкими обычно будет просто 32 по праздникам получающие да вот страйк на 3 штабы 32 first strike умирающая вот от первого чиха фодор делает лучше как хорошему собственно и не обязательно миша я перехожу к твоей любимой карте по моему тратон миша с удешевлением а ну это отлично рассказывай ну то есть воруем вражеского мутанта воруем за за копейку вот идем в атаку надевать надеваем на него своего мутанта получаем все триггеры вражеского мутанта потом жертву и что-то под что под любую черную карту под любую черную карту окей то есть это основа архетипа воруй убивай ну смотри а вот если такой вопрос а вот если я надел на него своего маленького мутанта наверх не знаю 11 какого-то или 22 сверху нацепил то есть это очень смешно мы воруем огромного вражеского огромного мутанта идем в атаку да надеваем на него своего получаем с него все три и шут нельзя на вражеского мутанта надевать свои мутации даже мы его украли написанная он видимо сейчас давайте найдем в любого мутанта и проверим потому что то уж слишком смешно то есть натянул своего мутанта на вражеского you own да миша слишком смешно да это правда реально очень смешно погладь кота да погладь кота значит смотри проблема архетипа воруй убивай в том что у нас один только один способ воровать у нас много способов убивать но один способ воровать с другой стороны это способ командовый и фраза с командовый никому не будет достаточно больших условий крови в архетипа воруй убивай и каких-то супер агрессивных архетипов классически но здесь вот такие вроде как не прослеживаются особо то он и не нужен ну опять же третон за 4 маны это дороговато классический третон за 4 маны это дороговато да и вообще третон нужен небольшому количеству колод это не как бы не критично и не важно и даже как правило очень плохо играющая карта кроме одного архетипа поэтому мы можем с круга набрать круга до кого-то ким 10 12 пищевые таких например и вот тогда в бр у нас будут кричи смена и сам наверняка и у нас все будет хорошо то есть если вы собираете архетип воруй убивай или просто бр который не обязательно будет воровать и убивать может просто чуть более агрессивный чем остальные отпускайте такое на круг с кругом берите и там уже развлекаетесь да это даже не отпускаете такое вы даже напиток первый раз на него не смотрите даже если мы закрываем глаза нет этой карты эта карта есть непредсказуемый циклон смотрите это очень забавная интересная карта хитрая 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 выкрученная миша карта прям вообще вот вот как вот циклон закрутила вот так примерно вот так вот примерно то работает за 5 маны пенчантно если вы циклите не земельную карту другую не и и с этого циклинга вы подробу эти карту вместо этого вы экзайлите карты стабдека до тех пор пока вы не поэкзайлите карту которая обладает таким же кричи тайпом как та которую вы циклили не кричи тайпом как карта вот почему я сегодня карт с кричи и может сыграть и без монокостом ну это полом деку на циклинге соответственно остальные под низ в любом порядке то есть это поломану полом это и начинается веселуха причем размер этой веселухи зависит но от некоторых факторов но это не может не быть веселуха если вас сразу не убили вот потому что это будет просто какой-то ад окей полом в деку на циклинге если в колоде меньше наверное десяти циклинга того же самого мы будем играть или не будем она позволяет например делать забавные вещи у нас в колоде два циклинга один это красный пингер второй это колосос 1111 мы циклим колосос и ставим колососа в игру на шестой холл если у нас есть вот это то у нас как минимум три циклинга вот вот это колосос и красный пингер например она позволяет очень много такого всего делать вот эта хрень ты должна расшевелить алекса алекса не знаешь нужно расшевелить это не хрень это адская карта особенно в алексовских вот но опять же если вы плохо играет ну как бы это не карта не для я не думаю что мы можем вход оппонента играть карты без флеша я не знаю надо к судим она не должна менять режим сна мы просто можем сказать эту карту без монокаста но дорогие я допустим посмотри же нет что самое интересное можем судья должен смотри же досмотрю нашли очень внимательно играть ее эту карту замутает кост какую карту замутает ну которую мы показали результат мутает это обилка это к вопросу о том вот как как играть обилки я не знаю надо разбираться по моему нет то есть я не знаю что каст карт видал play pain из монокус но вот смотри я я понимаю твой вопрос мы с огней с огней можем играть гиганты как приключения и можем чувствуешь какие огни какие приключения киди гол не ну я пока от них контракт не играет нет мутает и циклинг на одной карте мутации это не обилка альтернативный куст да да не сможете конечно вот даже там говорить не сможете конечно а мы разве ищем карту с циклингом ну не капу с циклингом ищем мы ищем карту с тем же типом которую мы проциклили да мы не ищем карту с циклингом почему как бы она любую карту играет конечно она играет любую карту то есть мы циклили допустим instant так что не про ищем любой instant как 1 который найдем и его играем стеклили существо ищем любое существо и его играем хорошо я тоже говорил неправильно да это типа больше на каскад похоже в любом случае эффект очень сильный в любом случае это играть и много маны из ниоткуда очень много маны из не очень много слов из ниоткуда потому что мы циклимся и получаем мы же а ну мы не другой вы меняет циклинг на вот мы за 1 мазу провода или за 2 или в крайнем случае за 3 вы кастинг какой-то поймать и горе разобраться с ним как она именно работает ну как бы она не работало на все равно как было не работала это все она очень сильная карта это очень сильно это первый пик и к 1 пик 1 до пак один пик один это было бы супер не то что нечестно это пока один пик один меньше вот это скажем это странная это стран этот лишь карта не в красный а это карта в морду human в морду хьюманов сплэшовая карта хьюманов с токена генератор то есть нам нужен токена генератор как бы а кроме голод генерации токенов она нам особо в красном его нет красном есть dragon фото драгон фото за 2 маны и все но вроде как в красный она не супер а вот в как сплэш в морду это очень интересно да да то есть морду хьюманов такой легенький сплошном какие-нибудь пару хьюманов красно-черных или красно-белую до мишка кстати но это еще еще поев там в руках только нужно воровать нужно все равно как бы определенное количество воровать воровалок до атака ретар прав много-много достаточно паевов на убивай вот я уже об этом говорил воруй только на кого у нас же есть наш красный ком он поставит потоки ну да ну как бы он вряд ли уговорили что да есть золотую честно говоря хорошо ну и дару дару ванда это тоже полгода тоже какой-то поломанный нехороший поломанный нехороший ну ну что это такое 88 flying он не flying контраку христи он покинут репут за 7 маны 88 трэмпл хист это много когда мы циклим ся он за шапливается в колоду и если мы стыклили его четвертый раз он в игру то есть после циклинга попадаем это тоже смешно очень я не знаю наверняка нас будут так убивать за не это прикольно если допустим у тебя ты берешь его последней карты и у тебя типа 8 маны ну да а нет это да да конечно точно а нет 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 он вместо того чтобы when you cycle не знаю будет дров до него или друг будет после него четыре раза лучше ачивка да это стопроцент нет я не знаю будет ли он сначала брать карту потом дошалливаться к вот скорее всего да но в любом случае это хорошая карта нет как-то хорошая она большая на before you draw да 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 для для меня написано там последняя строчка нет я не видишь то есть сначала ты его за шапливаешь потом дрогаешься не до поздравы потом же не за шапливаешь потом дрогаешь за шапливаешь потом дрога так и делаешь на всю ману на все уманы мы четыре раза до четыре раза больше нельзя но можно играть двумя ударами мешами окей хорошо а второй удар будет считать четыре цикла первого ударами да будет потому что нет же вариантов их различать если у нас будет то есть один не дара уже нас там сбегавший в атаку потом вторую даром это так он нужно будет один раз проциклиться дамы дать не значит короче все это бред но кричушка за семаны 8 8 трампу хейст это уже интересно особенно в рг рампу за 2 маны циклиться это самое интересное то что она циклиться не уменьшая размер твоя колодка это категория карт которые большие бивни в цикле колоду да это вот типа вот этого да она бесях только лучше хорошо играет вот этого только намного лучше первые два раза ты ее проциклишь каждый следующий ставить и поставить ну возможно возможно поставишь заману ну заману конечно заману окей то есть это не может быть наверное каким-то супер полома мне не супер полом конечно карта за 7 маны редко бывает супер полом что-то вроде 375 4 что 375 мне кажется с трудом 4 с трудом ну типа 375 четверка 425 деки с циклингом большим количеством паевов да нужно еще паев и хороший так вот из этого сразу же переходим к вопросу которая заготовил достаточно давно сколько тебе нужно паев of на циклинг в колоде на циклинг мы рассматриваем паев и допустим ну вот такого типа это паев вот бум-бум-бум сейчас я пока буду искать ты думай это паев венчатку чувак пингующий в лицо это паев мармазетка но допустим это паев ты закурай кибе дана провозила до сколько тебе нужно паев of чтобы играть колоды на циклинге то есть это важный момент потому что можем составить колоду из только цикли циклющийся как и ничего с этого не получать кроме пробора колоду там ну смотри каркайте некоторые карты которые являются паевами садами же имеют циклинг и тара не все не все но некоторые это раз ну вот на мой взгляд на мой взгляд я бы я бы я думаю 6 как опытный игрок что когда когда шесть мишка это очень много 6 это очень много то есть это получается участие не будут сами дома новые пингеры плюс кома новая мармазе на выфер страйкеры плюс он кома новый и антмент плюс рарный полом и все в красном в красном цвете красно-белом там полно да 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 чисто в красном цвете вот примерно такой штук 6 то есть кома новый тапальщик кома новый тапальщик он же не может быть сам паевом это саппорт молох 4 4 что за молох 4 4 о чем но молох 4 4 но как бы каким образом это паев то просто плюс карта я понял тебя я понял я просто важно понять структуру этого архетипа с твоей точки зрения это интересно хорошо хорошо я понял мультики миша ну давай мультики 1 красный мультик это вот такая карта которая совсем странная за четыре момента сброси x подровой x обсуждали ее сашей сашей вот да ну она наверно действительно странная на мой взгляд даже даже каких-то то есть не спел не циклинг вроде как у rsp но поскольку мы и так скорее всего большая часть из даже если мы не чистый циклинг то скорее всего мы у rsp с циклинга и мы так очень быстро декут вот то есть она позволяет как минимум сделать комбу идиота она позволяет в конце ну просто по всему автопа нам оппонент или в конце хода оппонента положить на грейв все наши инстанты ресурсы и потом сыграть в оппонента огромный хеликс ищи ромка шинкер из хелик ну да то есть же sky spells она может сделать такую штучку а надо нам это прям может быть может быть может быть ну хеликс не обязательно должен финишировать хеликс может будущую хиляет он может очень сильно покалечить по моему это какой-то не дженнис и ты не финишируешь такие комбы хеликс на следующий ход ты проиграли нет ты похиляешься на хеликс то есть ты можешь там выстрелить хеликсом на 8 например оставить оппонента в пяти хитах и похиляться на 8 ты не проиграешь и ты возьмешь кучу карт то есть так может быть просто я хочу сказать что даже в этом случае это интересный очень вариант с этой картой это не будет высоким пиком вот что я хочу сказать это карта там не знаю как минимум круговая чаще всего она будет стрелять на 2 на 3 вы можете с этого получить какое-то вылью из чего-то там взаимодействие с гриву это может быть но такое да ok круговая скорее круговая карту я согласен слишком синие ультиматумы без зеленым рассматриваем как зеленая карта не говори больше уже об этом ну или говорим вообще вот именно красные ультиматумы точки зрения красного где-то не грабили красный ультиматум с точки зрения красного особо не играбельным его два раза рассмотрели а и луна миша ну совсем поломанное чего не зря говорю чё чё про нее говорить да она знаешь тоже она не столько красная сколько синий зеленая да абсолютно синий зеленый вот или синий красный но миша там как бы один красный мы под нее найдем всегда я думаю так ультиматум вот этот он с тройным красным кастом но он же все равно как бы не совсем то что любят дети или что ты хочешь про него или хочешь сказать что нет у нас по идее у нас мы в какой деке мы хотим хотим дескай допустим дескай идеальный вариант мы набрали дескай какой-то там spells дескай spells и циклинг флэш ой циклинг spells и где-то там на третьем бустере каким-то там вторым или третьим пиком нам его передали на втором дескай и вот нам его передают ну допустим мы его взяли но какому-то к десятому ходу мы захотим его сказать это в лучшем случае лучшем случае потому что стабилизироваться нам особо нечем вот допустим мы захотели его сказать сколько карт мы уже до этого с циклами мы миша можем сказать его с рарной чарочки вот стой sorcery может быть не так много стыкли на поддержание и жилья крайне замешать и спасибо за красный спасибо артем большое за поддержку дружище крыши очень важно сейчас крыша как раз на последних этих там держится стропилы или что-то вы кинуть то есть если бы была возможность допустим скинуть через недотормите войс потом как-то замешать в колоду я бы еще понял но то есть вот как только мы его так дровнули так он превратился чуть ли не в мертвую карту я понял тебя хорошо сложно то есть можно пытаться как-то когда мы его вам уже сказали возможно у нас эти картам деки не будет в этом я честно говоря сомневаюсь но я понял тебя мы можем очень с помощью циклинга мы очень легко можем перед робот все вот это к тому моменту у нас на гриве должна набираться та самая критическая масса которая позволит на выигрывать с моей точки зрения ну да иначе в этом смысла нет вообще в этом архетипе да так мишка соберись нам не так много осталось взбодрись дракис драки ну вот этот хороший вас то есть эффект возврата инстанта или sorcery банального возврата 3 римула там три дырки вот или что такое или не дай бог хеликса ребята вот это эффект он заполнил он моноколор моносёра пропустили отлично чего до моносёра пропустили сейчас мы вернемся к моносёру то есть эта карта которая может играть ур или the skies спелл 6 борос спеллс миша борос циклинг спеллс она может играть не нормально да ну то есть что угодно что угодно и даже если ты его поставил просто просто в игру допустим не пришел тебе его мало кричей его просто поставил за 3 маны в игру за 3 ман 2 3 не такая плохая крича а ты на нее что-то надел она подняла тебе карты единственное что я бы не советовал прям с него садится вот в архетип потому что он сильный достаточно вот но как бы он не сказать что прям делает вот это 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 не паев это опять же это саппорт саппорт в архетипе саппорт до который крутит наши спалы до который позволяет играть бесконечное количество разок а красные револида и дырки он может его сыграть не знаю там три-четыре раза с помощью него можно сыграть а в лицо на миша чем стреляем красным ничем или чем чуть стреляет в лицо ну либо вот helix получается но helix понятно а еще рингер пингер один пингер 2 нет 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 а из плов они же все только в три дырки в кричу 4 дырки в кричу от стран стран к вам стран к вам стран к вам стран к вам ну пробивая чуть-чуть добивая то есть бесконечные отстрелы солдат одножоповых с тремя дырками в лицо согласен так пропустил раптора я почему-то уже верю что мы обзираем синий поэтому я все уже стропила покосились так значит минейсовый раптор основа рагдоса минейсово рагдоса это рады ну типа лор ну вот он их не качает физически вот до 4 метра миша ну страшный эффект же как бы или нет ну да то есть я вообще себе с прям представляю что кричи с минейсом сакают одного из блогеров это жесть какая-то каждый раз на заклане солдатика там или кого-то это очень много с такой скоростью можно ли они у нас еще какие-то там трики которые кладут first strike каунта возможно виша какие-то еще трики у нас будут вот оппонент просто можно не успевать пока при циклинге кладет first strike каунт токенов плодить единственно что у него кост конечно очень сложный двойной цветной но и вы не обязательно ставит на второй ход совершенно это первый пик и мы сидим в архе садимся в архе тяну как бы да но идея бы я бы сказал да надеюсь если у нас нет поломаны рары это хорошо нет фойловой поломаны почти на всеми анкоманами до пассивно ценируем всеми же над всеми может быть за зарплату уже не лорда также владелец закажи мишка про нарсетку что ты думаешь мы много обсуждали на сетку из белого с белой стороны и синие что ты думаешь ну я в принципе поддерживаю мнение предыдущих ораторов это не полном это очень сложный коз это очень сложный коз без зеленого то есть это лучшая карта все равно в 45 цигра ну нет это не лучшая карта но лучше всего она играет да не смысле что то что там необходимо в смысле что она не нужно там играть она что-то делает она как любой плейтсволкер почти всегда редко когда бывает супрем совсем плейтсволкер ничего не делаю не будем об этом миша сейчас она делает она у каких-то прям феерических эффектов от нее ждать хорошо и не будем тогда ждать так вот опять же тоже не совсем однозначная карта в спринг ревенч энчатмент мордовский за 5 маны который гоняет с краева красную белую или черную что-то об этом думаешь таки на 11 ставит он ставит токена 11 соответственно копирует все обилки на этой карте ну экзайля заграева то есть это медленный адвантаж но насколько вообще это как это вообще тебя все учитывая то что вот вообще с вот морду как бы вот именно вот это не мишка это вот просто там посиделась осмотреть вот давай так морду это вообще не про красный вот в чем проблема то есть это черно-белый с легким сплэшем красный вот где мне должно быть марк это стоит сплэша в красном да плюс ты возьмешь какие-то там может быть 12 каких-то хороших риму вальчика красных ну может быть энчантмент вот тот знаменитый за копеек красный да вот но опять же как как там говорили якубовича гонять будем якубовича гонясь миша это вообще святое дело а вот в чатике ну опять же это невысокий пик да то есть если нам где-то не там его передали где-то по его возьмем не может быть даже поспешимся не мог брали да и хрен с ним в принципе не передали да и да вообще умер максим да и ну понятно хорошо хорошо я понял тебя вот знаменитая зеленая карта с двойным красным кастом да 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 зеленая да то есть вот красный зеленый красный зеленый архетип это именно про кричей про кричей и в основном все таки про зеленых он зелено-красный получается да он зелено-красный и ну довольно таки то есть нужны прямо вот нужны много хороших качественных карт и очень сложно на драк то есть вот этот чувак выглядит очень хорошо да он ставится со всяких там дорков там шморков это все понятно но но вот не так много вот нету такого количества прям красных кричей это опять же тоже там не знаю в трехцветку он хороший ну значит опять же кстати вот интересный вопрос я тоже днем много думал смотрите а насколько а этот сет заставляет нас играть именно теми трехцветками которыми нам предлагают при можем ли мы играть допустим на и или джандом конечно мы я тоже очень легко забывать что допустим мы можем взять вот этого и допустим поспешится в какую-нибудь селестную мы играть на и очень легко можем играть не теми трехцветками то есть в те трехцветки нас загонят только вскрытые паломы это понятно а остальное скрытые паломы вот эти они почти всегда имеют мутает кост который не трехцветный а 2 да но ты пойми что тебе для того чтобы играть неправильной трехцветкой тебе тоже нужны какие-то основания ты же не будешь делать это просто так ну да да тебе нужно ли поднимаю лом а потом вскрыл другой полом это называется не другая трехцветка называется 4c уже получается скорее всего нет жарится будет промежуточный это все равно все скорее всего на зеленом миша вот что-то будет вытворяться ты еще повышает стоя как бы в значимость зелен трех зеленых комановых торгов то то о чем мы с вадимом сегодня говорили это интересные мысли они очень такие надо проверять конечно будет именно заточенных механик там нет но если вдруг вам дают мишка говорит я перевожу вот что не женитесь на трехцветке которая прописана визардами прописывайте свои трехцветки ничего это не мешает совершенно да и не нам не нужно как бы зашариваться вот тебе сказали есть пять трехцветок ими играй нет я считаю что не так что можно играть по пусть не жангом совершенно с тобой согласен то есть крэшер страшный но он не сажает в чисто врг и все цветы все такие вот сочетания с г они могут быть большая маленькая даже несмотря на 2 на красный просто ли левозавр очень левозавр очень странно левозавр странный не очень наверное то есть вроде как мы особо не видим борос кричевого архетипа твоего любимого миша которым ты играешь собственном белом особо не такого прям суперского ничего нет ни в красном то есть какую мы там кричу будем качать на плюс два плюс один скорее всего это как белая карта в их юманов да вот что такое даже не так это в р.г. трампл красная карта красная карта в р.г. трампл белая карта в их юманов и куда-то туда да да ну вот нет в их юманов мутировать не сложно мы идем кого-нибудь там забутируем красная карта либо вот в р.г. либо в р.г. трампл либо в минейс но больше тогда получается в минейс потому что р.г. трампл то мы тоже особо не видим это не борос карта больше всего похоже это не борос панк усвидела что она а вроде как она борос но на самом деле это обман это красная карта или какие-то какие-то хорошие кричевые сочетания ариеле миша ариеле эффект чудовище вот это это наш финишер в столах на циклинге одна из тех карт который по идее мы должны один из тех паёвов про которые мы говорили да ну это не совсем паёв конечно но это один из наших финишеров финишировать ты как собрался меж третьей попой вот как финишер так раз я абсолютно не вижу все подстрелил же не стрелила им финишировал и ремоуал с контуром но это оптимистично я вижу больше как магнит для ремоуала и дров там 1 2 3 дополнительных к и в принципе это уже достаточно даже если мы взяли с нее одну карту лишь лишнюю и она тут же умерла что будет чаще всего это уже очень-очень стоит а вот это уже конечно неплохо то есть я сказал что это очень высокий пик вот у нее нахима на кого-то надели на другую хотели надеть хотели надеть но посмотрели на бабушку не стали бабушки бабушки уже нельзя уже вредно на старикой как говорится был бы за ним дедушки да ну дедушка старый ему все равно это бабушка все таки хорошо хорошо я понял собственно не трогаем ультиматума карта в целом неплохая карта в целом неплохая мягко говоря ну да ну он играбельный но опять же вот эти все трехцветные семи цветных костов без зеленого смотрится очень семицветный ультиматум и да мы тоже обсуждали очень много очень как-то странно но не сказать все странно очень оптимистически и кладешь колоду у него циклинг цены бьем и не было овер оптимистик миша овер оптимистик так лев иванович ну если мы циклинг то это очень страшная карта то есть да у нее дорогая белка но белка тела циклинг по большей части копеечный то есть я уже говорил в обзоре с белым мне видится она кастуемо на пятый ход для того чтобы можно было сразу ее соблюдить потому что да она не вон то есть она он не будет жить но один раз он свою обелку сделали скорее всего а если вдруг ты поставил шестую ману если ты вот ручка ручка и растопался с ним потом уже можно финишировать даже вон той дабл страйкеры барышни потому что оппоненты кричи и может не остаться но опять же опять же хочу сказать что лучше брать его уже находясь в архетипе они садится в архетип начиная с него эффект хороший сильный но я боюсь что это не та карта с которой скорее нужно именно то есть как то есть начинать циклинг нужно одноцветный и скорее всего красной карты это очень хорошо потому что мы легко не можем можем не брать белые карты а играть в красно-синий цвет типа мальчика 22 например и по мальчика 23 типа мальчика два типа рарки вот такое хорошо хорошо а этого если нам дали то ну мы если не дали то не дали ну агроборос токены я нет мишка тоже нет как-то соответственно массовая прокачка очень дорогая 5 маны это очень много то есть нам нужно будет класть очень много маны и нам не хватит газа в свое время то есть учитывая как мы качественно бангуем последнее время видимо самый сильный архетип видимо им нас и пункта именно им нас и все порой агроборос таки пока так пока так и snap dax snap dax обсуждать наверное мишка тоже нечего его он ложится как бы откуда угодно он сильно белый но в оржов там борос когда в любой в принципе не важно в борос циклинг миша отличная карта борос циклинг отличная карта вообще прекрасно просто песня которую мы уже не знаем как миша изгадить давай ка ты еще этим возможно играть до в сайте против кого не против того просто мы знаем что она есть она морально помогает и это морально хорошо flying хейст поев за нон кричи спал как минимум в нашей колоде будут красный римуал точно синяя дробала скорее всего один какой-то баунс там не баунс или что-то такое будет если он вырастет вот вот на 33 это уже 33 надеваем на него дальше чё хотим и уже это веселый флайерный флайер надел него 5 4 с ричем миша и сосредел там уже с этими каунтерами это идеальное шасси под мутацию это очень злая агрессивная кричи и хотя в сети скорее всего не будет у арс пас в чистом виде эта карта все равно будет у нас слишком мало слишком мало чистки чистых уэр успелс ты такого первым пиков забы ну вот я вот честно зайти мне все время так пытаешься я никогда не беру даже самую сильную карту бустере просто потому что она самая сильная а что ты берешь я смотрю бустер я определяю первые пять сильных к хорошо ага дальше потом думаю чтобы мне если я возьму это могло бы вернуться чтобы я хотел бы чтобы мне вернулась я строю план уже во что бы я хотел посадить оппонента слева чтобы только потом делаю выбор тогда оценка дам опор помню димирская бага да немножко похожи оценками оценка ну тройка иногда три с половиной но не на первом густе а на первом густере ниже ну вот тройка тройка на первом густере тройка хорошо так 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 водорог те нужен для чего-то водорог я думаю что нам нет но чё про него говорить не но он дал что-то что-то он делает что-то взяли побежали дальше возможно что-то делает акур виде так урва это можно так говорить пока видео ли кастя парень 32 и дает угроза это миша ты придумал как использовать может быть ты придумал как использоваться если нет ну дальше пошли не очень хорошо так свинота основа агробороса снова агробороса как минимум это нормальный базар если вот мы взяли ее то наверное мы так мы ищем хумана правильно я понимаю когда но хуман идет в атаку мы смотрим на 6 ищем хумана ставим в игру и ищем как бы она такая то есть условный полом то есть когда-то он конечно будет играть очень круто но когда-то это будет просто 4 4 тогда миша твой бездарно потрачены фикс лот не совсем соглашусь тогда я твой незаурядный интеллект использую таким образом ты вскрываешь бустер и видишь там свиноту света сильная карта скорее всего ты ее возьмешь 1 1 да 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 как бы ты потом захотел сбилдить свою колоду если все получается примерно как ты хочешь особо не наглее ну я бы если я не вскрыл каких-то супер поломанных хуманов ну какие и потом не знаю никого еще что-то я бы постарался на драфтить вот этих белых хуманов командовых которые 3311 хотя бы парочку чтобы иногда по праздник то есть по праздникам их собилки стали как как бы это что это будет борос агра все-таки кричевая или что или это будет морду нет скорее мидренч на борос борос мидренч а вот не вижу я агрессивного потенциала борос мидренч или ты будешь сразу думать про морду ну ну это все зависит опять же от того вскрыл ли я какие-то черно-белые сильные химанский карта но ты будешь присматриваться сразу к черно-белым синим черно-белым и не химановским карта сильных юмон почему вы мне не присматриваться к черно-белым все-таки как-то вот морду то есть каким-то там нет это вот очень похоже вот на морду опять же мы можем взять ее уйти в черно-белый воржов юманов и сплэшится на нее и на чарку я понял тебя раньше не понял их все равно у нас будут какие-то некро пантеры там в черно-белом какие-то них юмана у нас будут наверняка и даже миша мы можем из красного цвета там вот эти вот гоблин там которые что-то каких-то динозавр не динозавр до полков там каких-то возможно феникса взять да я понял я понял логику мне это было очень важно потому что очень действительно хороший специалист по боросу ну вот кстати да зенит новый helix карта которая видится некоторым людям и обзорщикам и хорошим игрокам абсолютно неиграбельный почти не играбельно скажем так я это вижу почти к поломам очень хорошим первые символикам хочешь да миша это где-то будет где-то посередине из каких-то руках она будет абсолютно неиграбельный это руках она в руках уложил где будут все и разрывать ну хорошо миша тогда вопрос такой оценку ты поставь его в вакууме без шелла пока шелла нет вот ты высоко возьмешь ее до шелла или нет постараюсь не брать постараешься не брать хорошо ты ее взял я буду буду очень очень надеяться что те кто считает ее неиграбельной передадут мне ее с круга когда я уже зарядился сколько циклингов в колоде заставить и положите в мэйм если у тебя будет выбор класть не класть если будет класть не класть но я буду думать от 10 от 10 то есть там 57 мало точно нет это точно понял тебя на 2 на 3 меня она не устроит то есть за 4 маны три дырки по любой цели похилился на 3 мало это понимаешь это будет в лучшем случае в лучшем понятно мне нужно среднее среднее консистентное понял тебя отстал нет правда очень очень хорошими не интересно из зюганов зиганта зюганов господи зюганов уже был у нас в равнике да это другой зюганов приемник зюганова следующий кто-то не знаю должен быть что миша про эту карту ну опять же правильно вадим про не сказал она вообще не красная ошибочная красный шарик напечатанный зюганов хорошо то есть обсуждать не будет тогда зачем обсуждать не красная карта хорошо миша тогда про выдру скажи лютро ну ну как зачем при нем говорить уже 50 500 минут на сборь саши жирина главное вообще просто это отличная хорошая поломанная карта а вообще как-то относишься к механике компаньонов насколько идея попробуй мне нравится идея то что вот опять же как сказал я украду мысль у вадима что кроме если вы то есть как-то уродоваться ради этого я не буду если почти само собой оно получится я не буду не брать вот допустим я что-то собираем допустим нее какую-то вот я собираю деку уже взял ее рано и вот что-то беру беру и мне попадается какая-то ну не сказать супер сильно но какая-то вот достаточно сильная карта допустим в районе трех с половиной на пик которая не не из-за которой я не могу играть ее как на маню на плюну и возьму эту карту хорошо миша вопрос такой у тебя собрана колода и у тебя выбор либо положить выдру в слот компаньона либо положить вторые три дырки затрима за 2 маны что-то легко не будет миша это зависит от того сколько у меня другого риму ала если у меня 5 риму ала есть шестой не положу а если на три есть то 4 по 3 4 я лучше хорошо понял тебя ссоре надо убегать я смотрю в запись спасибо огромное желание врата тонического раба спасибо миша за красный спасибо константин на добрых словах привет семье и вообще так о бош о бош это все вот эти четные нечетные это вот эта серия бизнес под них деку ты не будешь и не советуешь это я уже понял ну а удвоение дамаги от сурса это эффект по моему очень страшно играть и надо обязательно да это даже это даже не не то брал не торбран да ну торбран он делал всем красным а это только получается что-то четный нечетный как бы учитывая то что моно на лимите где мы не соберем то это может даже и лучше чем торбран может быть лучше чем торбран такой трамп ловый миша позволяющий пробивать с трампла в лицо ну что вы сказали все хороший 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 да ну опять же он больше смотрится как зеленый чем как да то есть в какой-то красно какой-то колоде он конечно ляжет если но как бы каких-то бонусов у него в этих красных синих белых циклингов или красно-черно-белых морду него не будет а вот красно-зеленое что-то еще у него могут быть дополнительные бонусы лишь отдельно спасибо за красно-зеленое что-то еще остатки мозга мне разрывает минный сер такой похожий который заставляет блока тремя очень сильный очень сильно еще один наш даже не враг да смешан сам себе как бы дает так данилка его назвал этот как он называется двойным синим кастом от блока блока я забыл короче это вот по сути да да и плюс как бы этот эффект распространяется это очень интересно высокий пик фантомори высокий пик да да вполне вполне в районе возможно и не первый но в районе 3 наверное мы близки к окончании у нас осталось только леса со странным эффектом с двумя странами где а где вот этот мужик красно-зеленый что за мужик который делает что-то 7 3 его не он из этого из бай 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 бокса это бай бокс а ты меня только ради него согласился на красный а я почему-то думал что он там же не мужик там динозавр ну а ты видел у него нет между я не видел у него и не хочу и также утверждать что он не мужик да хорошо с тобой отдельно эту тему вот странный флуктуатор это отдельная тема констрактивная в лимитед как вообще вот это тебе я понять не могу совершенно оценить помогут который надо удешевляет активируемые белки ниже но не меньше чем 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 единицы из-за так и серую если бы не было вот 2 строчки он был бы хороший куда-нибудь положили бы его в морду сака ли бы существ под чарку за ноль не радовались а так просто что-то типа ну 3 за 3 маны 3 3 с какими-то странными обсайдами легким небольшими обстоятельства ну то есть это не не полом это нормальная достойная рарка юнов которые них не было миша мы не будем смотреть артефакты или ты что-то хочешь там смотреть не все уже неоднократно скажешь ответить зашел бы не херу я не шоу него шоу него шоу него вот шоу шоу там фарты пачки бесцветного в общем в общем то есть ну к колосс этот как как у никого стоит существует чуть и надо нет ну вот артефактное ну чё про него говорить он отлично вот насчет вот этого вот за пять маны с флэшом я не знаю я вот не уверен что вот правда правильно сказали ребята эксперты из чата что не должно шасси стоить так дорого так дорого это основная идея константина жанжарова что шасси должно стоить там три-четыре марки да я с тобой соглашусь миша если мы на пятый ход ставим его а на седьмой потому что не факт что у нас на шестой будет сколько там над на шестой какой-то вот мы что-то там надеваем но это какой-то очень минор унылый план прохладный какой-то план на его хорошо миша тогда у меня будет серия коротких вопросов на которые я надеюсь получить короткие ответы типа блица такого а буквально по абзацу на каждый архетип с красным там типа рак да с игру вот грунт это зеленый архетип с легким сплэшем красный ради небольшого количества римуалов или там каких-то очень поломанных и понятно дальше а рак даст это вот самый сильный наверное архетип красный смотрится драк даст милейс да это должно быть прям очень мощно очень насыщенно есть хороший хороший кричи хорошая поддержка очень много риму вала в этих цветах вот вот есть карты которые вот типа укради и типа пожертвует за копейку которые не нужны по большей части вообще никому кроме на это вот ну окне и видится это один из самых сильных и самых на мой взгляд но не знаю насчет химонов ну на мой взгляд красно-черный рад вас это одна из тех немногочисленных вариантов агроколод которые должны драть какие-то вот медленные наказывается беда не даме гендерги да хорошо это я понял я ты будешь отдельно вопрос про это а бороз и из-за пожалуйста ну бороз не z вот бороз в этом сети занимается чем-то странным то есть не тем чем обычно должен заниматься бороз это его из-за заразе укусил до укусил да 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 то есть его укусили z и это то есть скорее это все таки джеской циклинг с небольшим сплэшем на белый из-за сплэшем на белый ну короче какие-то джескайские темы то есть как такового из это как такового бороза непонятно больше как все-таки джескай да больше я обрезаю идейно это как джескай хорошо миша понял тогда вопрос именно вот то что ты уже начал говорить про агроколоды в этом сети еще раз на всякий случай ты как специалист по быстрым с деком по агроколон вот что что я вижу давай то есть это в первую очередь ну на мой взгляд это рада с рада с вот я не успел на большую часть зеленого есть очень мощные зеленые кричит типа там вот команда типа за 4 маны 44 с обилками да это такое есть ну тогда возможно вот ну опять же это не не супер агро это все таки mid range более медленно ограда перехода гривен от игры да то есть это вот где-то между огромен джим возможно гру и ну возможно смогу одно это больше зависит именно от зеленого не не от красного агро моно реды агро боросы какие не ровно я на мой взгляд моно это вообще не про это слишком много сильных много многоцветных карт слишком много сильных многоцветных карт даже если ты чисто теоретически смог бы ну ты не сможешь удержаться от того чтобы не поспочить какую-нибудь мутант стабильность стабильность не стоит плюсов получаемых при сплэше обычно в таких случаях и за стабильность платишь слишком много слишком много отели качестве потери качества да понятно и все-таки все-таки у нас есть циклинг все-таки у нас есть какая-то стабилизация все-таки на что то есть не не сказать чтобы она прям была бы супер фантастическая но она есть и вот эти вот все агрессивные красные карты типа 42 там или что-то такое они будут играть либо в рагдосах либо грунтах скорее дачем бороса да скорее так и и чем в моно рейде соответственно ничем вот не знаю вот моно ред для меня то есть это прям вообще какой-то миф потому что ну кричей там проще агра бороса хорошо 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 значит ребят если есть какие-то вопросы пишите прямо сейчас пока я говорю финальную речь если кто-то еще не успел поддержать наши стримы поддерживайте сейчас пока говорю финальную речь не через ли вы поддержите потом то тоже можно да но это уже никто не увидит или только на следующих стримах да мы не сможем сказать вам спасибо да когда веселье начнется веселье виктор не заканчивается никогда значит смотрите ребят мы закончили цикл из пяти обзоров спасибо еще раз всем обзорщикам спасибо всем кто смотрел в частности сегодня спасибо всем кто поддерживал сегодня отдельное спасибо спасибо всем кто будет смотреть запись спасибо все кто будет смотреть записи лишь капра спасибо михаилу жижину потому что михаил проделал очень большую работу и ему особенно тяжело было во первых последнему держаться все это время и терпеть потому что он был готов достаточно давно во вторых нету вот этого агрессивного бороса, который он очень любит ему тоже было достаточно непросто есть вопросы так, обзоры закончились стримы же еще будут будут стримы в апреле, обязательно конечно а кстати, веселье начнется уже завтра вечером когда вареньки, а ну вернее там, что самый смех, что сегодня, за весь огромный трюк всей команде очень благодарен, мы благодарны тебе лично за твою постоянную поддержку канала бессменный админ, кстати, канала и в общем, идеально выполняющий свою функцию в том числе, вот сегодня будет ранний доступ вареньки и у меня есть на него приглашение и он где-то начнется вот-вот я подозреваю, может быть даже уже начался или в течение там ближнего часа вся проблема в том, что это будет мой стрим за сегодня и если я все-таки найду здоровье я, наверное, это буду делать без камеры может быть без звука, скорее даже без звука чем без камеры, может быть и без камеры без звука и вообще без изображения вот, посмотрим, ничего не могу обещать следите, да, мне тоже, конечно, это перебор следите за анонсами на канале приходите в ВКонтакте в нашу группу смотрите на Ютубе записи там уже должна, кстати, нормально быть вот сегодняшний зеленый и, в общем, магия это интересно, я в нее играю уже, получается, 17 лет и как-то до сих пор не надоело без звука, без камеры, без аренки, да, это правда магия, скажем так, это лучше, чем аккуратнее, международными смотрят да, чем чем ничего да, 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 после трех стримов желание подрывать может пропасть это правда и это тоже правда спасибо, ребятки, всем еще раз и пока-пока пока 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 пока